Всем привет! В эфире «Универньюз» в студии Адели Шамилова. Итак, главная тема дня. Его имя вошло в историю. В Казанском федеральном университете состоялся вечер памяти Александра Понятова. Дальше больше. К году Лобачевского присоединился город Зеленодольск. Это не сказка и даже не сон. Прекрасный бал КФУ удался. Александр Понятов прославился созданием первого в мире видеомагнитофона. 7 апреля в КФУ состоялся вечер памяти великого электроинженера. Чуть больше 60 лет назад американская компания Ampex продемонстрировала первый в истории видеомагнитофон. Его изобретателем и основателем записывающей корпорации был русский эмигрант Александр Понятов. Он родился 25 марта 1892 года в селе Русское Айша, неподалеку от Казани. После училища Александр поступил на физико-математический факультет Казанского императорского университета. И со дня рождения великого инженера прошло 125 лет. В честь этого события в императорском зале КФУ состоялась встреча памяти. Открыл вечер первый проректор КФУ Рияс Минзарипов. Арсен Атвич – это тот человек, которым мы должны гордиться, потому что с него началось действительно видеоэры. Сегодняшняя информационная технология без его открытия – это было бы ноль. Среди почетных гостей выступили доцент кафедры радиоэлектроники Института физики КФУ Юрий Гусев. Почетный член правления Ассоциации музеев Татарстана Сэлла Писарева. Директор высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Леонид Толчинский. О своем выдающемся родственнике рассказал Николай Комиссаров, мучатый племянник-изобретателя. Всех, кто приходил к нему, всех русскоязычных он называл русскими и всем давал рабочее место у себя в Америке. Хотя у него 20 тысяч в компании его трудилось и более 30 филиалов было. Он русский был по духу и, например, у него, где бы в какой стране не ходил с офиса, он сажал всегда две березки. Также гостям вечера показали фильм «Русский триумф на чужбине», рассказывающий о жизненных перепитиях Александра Матвеевича. По словам коллег, друзей и родственников, основатель Ампокс отличался целеустремленностью, фантастической работоспособностью, а также удивительной скромностью. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универ Ньюс. Мероприятие в честь года Лобачевского продолжается. В Зеленодольске побывали студенты Института математики и механики КФУ. Подробности далее. Студенты педагогического отделения Института математики и механики КФУ познакомили учеников Зеленодольской гимназии номер 5 с трудами и деятельностью Николая Ивановича Лобачевского. Через театрализованное представление студенты разрушили главные мифы о жизни великого ученого. Есть несколько мифов о том, что он занимался только геометрией, хотя на самом деле он вел очень активную жизнь. У него была очень такая активная жизненная позиция. Он был народным деятелем, просветителем, помогал всячески учителям, помогал детям из бедных семей. Школьники были искренне восхищены ученым, а некоторые даже воодушевились на поступление в Институт математики и механики КФУ. Чувствовалось, что мало знают о Лобачевском. На слуху и умелся, но никто не знал, что он настолько талантливый человек. Было очень интересно узнать о Лобачевском. Редко можно узнать, что у нас в России были настолько великие люди. Теперь знаю, куда возможно буду поступать. Спасибо студентам за такое мероприятие. Студенты Казанского федерального представили историко-математический спектакль на русском и татарском языках. Возможность познакомиться с трудами Лобачевского в этот день получили и ученики лицея номер 9 имени Александра Сергеевича Пушкина. У нас есть целый ряд школ-партнеров, с которыми у нас договорные отношения взаимовыгодные. Они готовят для нас абитуриентов. Мы, соответственно, проводим здесь профориентационную работу. И сегодняшнее мероприятие, оно носило именно профориентационный характер с тем, чтобы привлечь лучших абитуриентов в школу. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Физикам КФУ представилась уникальная возможность раскрыть загадки неевклидовой природы, гравитации и возникновения черных дыр. Что же объединило данное явление, узнаем прямо сейчас. 8 апреля в Институте физики КФУ состоялся цикл научно-популярных лекций, посвященный году Лобачевского. Главными спикерами стали профессор КФУ Сергей Сушков и доцент кафедры геометрии КФУ Евгений Сосов. Основными темами для обсуждения стали геометрия Лобачевского, новейшие достижения в теории гравитации и космологии, а также планиметрия Лобачевского в модели Бельтера Миклейна. Отметим, данная модель носит имя Бельтера Миклейна и максимально тесно связана с некоторыми разделами специальной теории относительности. Аделья Шамилова, Максим Матвеев, Универ Ньюс. Ренат Валиулин встретился с нашим корреспондентом. Что послужило поводом прошедшей встречи, смотрим. Писательство. Профессия или состояние души? Об этом на своем творческом вечере рассказал автор нескольких романов-бестселлеров Ренат Валиулин. Ренат завоевал популярность благодаря своим емким и жизненным цитатам, которыми говорят герои его книг. Он пишет о взаимоотношениях людей и обо всем, что нас окружает. Ученики подготовили вопросы для столь неординарной личности. Как нужно писать? Что требуется для того, чтобы быть писателем? Писать нужно всегда, если пишется. Вот это мое глубокое убеждение. Ренат не только поэт и писатель, но и филолог. На вопрос учеников, что бы вы преподавали, он ответил, языковые средства и писательское мастерство. А учениками и образованием в IT-лицее он искренне восхитился. Меня, конечно, тут все сильно удивило, потому что это нечто новое. В моем понимании вообще образование. Сами ученики, мне кажется, тоже, как уже показала наша встреча, они довольно интересные и читающие. И это было очень приятно. Напоследок Ренат сказал, что с удовольствием бы доверил создание своей официальной страницы ученикам лицея и даже готов назначить за это приз – собственную новую книгу с автографом. А такие творческие вечера будут проводиться в лицее еще не раз. Марина Захарова, Ленарда Блетьяров, Универньюз. Детский университет КФУ в очередной раз открыл свои двери. О самых интересных подробностях прошедшего мероприятия смотри далее. Кто такие самураи? Как история человечества записана в нашем геноме? Школьники могут узнать об этом и не только в детском университете. На лекции по японоведению и генетике в Униксе собрался полный зал учеников и их родителей. Преподаватель ИМАИ Фалина Халиулина в интересной и запоминающейся презентации рассказала детям о культуре Японии и стереотипах, связанных с ней. А преподаватель ИФМИП Эдуард Бобынин популярно объяснил базовые понятия генетики. Расул Тавридьяков рассказал, что изменил проект в жизни его детей. Потому что в интернете вещает кто угодно, какие-то там Иван Гай и так далее. А вот именно добротную информацию, я думаю, он может получить вот как раз в таких детских университетах. Марина Захарова, Лев Халиулин, Универньюз. Чтобы побывать в 19 веке, не обязательно было родиться в эпоху того времени. Достаточно надеть мужчинам фрак, девушкам пышное платье, сделать красивую прическу и научиться танцевать вальс, польку и мазурку. Именно так и поступили герои нашего следующего сюжета. О самых интересных первоплощениях расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. Больные платья, изысканные прически, строгие фраки и белые перчатки. Но первое, на что обращаешь внимание, это изысканные манеры галантных кавалеров и прекрасных дам. Попадая сюда, полностью погружаешься в 19 век и ощущаешь себя участником бала того времени. В актовом зале Института фундаментальной медицины и биологии прошел пятый весенний бал Казанского федерального университета. Сейчас, благодаря вот такому мероприятию, действительно, мы возвращаемся к истокам, мы знакомимся с историей, мы возвращаем традиции в нашу повседневную жизнь. Можно заметить, как преображается студенчество. Это не джинсы, это не какие-то современные casual тенденции. Это действительно бальные платья, это совершенно другая осанка, это этикет и совершенно другое поведение. Бал – это не только танцы, но и богатая культурная программа. Выступления творческих коллективов, театральные постановки и бальные игры, которые были очень популярны в 19 веке. Решили сделать большую сюжетно-ролевую игру, где все участники могут почувствовать себя настоящими дворянами, обронять на себя роль жителей седневно-19 века, Российской империи. Мы пытаемся возродить традиции императорского университета, в котором проводились такие балы. Участники очень ответственно подходят и к самой подготовке, репетируют танцы того времени, знакомятся с бальной культурой и этикетом. Ведь для многих этот день особенный. Здесь можно почувствовать себя героем или героиней любимого романа 19 века. Анна Глазунова, Ленарда Влетьяров, Универа Ньюс. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова